Разрешите вам представить тему нашего доклада. Немножечко она будет перекликаться с Миримхалой, но у нас есть свои небольшие акценты. Расставим, что получилось у нас сделать. Понятно и известно, что рак яичников – это патология, которая на сегодняшний день не имеет скрининга и специфических симптомов и маркеров. Очень часто выявляется в запущенных стадиях, так как не является визуальной локализацией. Поздняя диагностика – это крайне неблагоприятные дают отголоски в отношении показателей выживаемости. Это достаточно большая проблема, потому что затрагивает женщин в возрасте, которые могут поддерживать демографическую ситуацию в нашей стране. По гистологическим классификациям понятно, что сирозная карцинома high-grade – это наиболее часто встречаемая опухоль. И подходы к терапии различны в зависимости от того, насколько происходят изменения в опухолевых клетках. И в том числе большой акцент делается на протяжении уже многих лет на систему гомологичной рекомбинации и процессов устранения двунитевых разрывов. Понятно и известно, что многие виды злокачественных опухолей ассоциированы с дефицитом гомологичной рекомбинации. Это не только рак яичников, это не только патология у женщин, но и патология у мужчин. В отношении яичников общепопуляционная частота, конечно же, не так бьется, например, как при раке молочной железы. Но при этом носительство мутаций достаточно высокое определяется. Определение Берсии статуса пациентов рекомендовано всем пациенткам с раком яичников high-grade, как зарубежными рекомендациями, это общество онкогинекологов, эсмо, так и российскими клиническими рекомендациями. Русская ассоциация онкологов России. И, разумеется, что это ассоциируется с кумулятивной общей выживаемостью и по наличию или отсутствию Берсии мутации. Мы можем так или иначе спрогнозировать, что будет дальше с этими пациентками. Частые наследственные мутации при, как уже говорила Мария Михайловна, это, конечно, у ближайших родственников, сёстры, мамы, бабушки, при отсутствии Берсии мутации рекомендовано и на сегодняшний день на нашей практике и в практике у онкогинекологов нашего центра проводятся НЖС-исследования для более точного выявления. Частые наследственные мутации методом ПЦР выявляются, редкие наследственные и ненаследственные мутации уже следующими этапами НЖС. Ну и по биологическому материалу, который берётся на исследование, останавливаться не буду, об этом хорошо было доложено в прошлом докладе. В отношении Берсии мутации и в отношении опций, которые используют онкогинекологи на сегодняшний день, помимо Берсии мутации, очень важным является эшерди статус у пациентки. Остановлюсь на исследовании Аватар, о котором тоже было упомянуто в прошлом докладе. Это неинтервенционное исследование, как мы помним, первое в России, в котором приняло достаточно большое количество участников, это центров по всей России, в том числе в городе Челябинске. Из города Челябинска было представлено наибольшее количество случаев для исследования, когда определяли долю генетических мутаций, оценивали проведение лечения больных раком яичников, роль полноты циторедукции и чувствительность биологических онкомаркёров. По этим данным мы помним, что порядка 29,8% герминальной мутации были выявлены пациентке. Таким образом, каждая третья пациентка может иметь герминальную или соматическую мутацию, и это помогает сформировать некие скрининговые группы для дальнейшего их выявления или наблюдения и последующего выявления опухоли. На сегодняшний день в онкогинекологии имеются определенные опции для лечения пациенток с раком яичников. При этом роль онкоморфолога в определении уже на первом этапе, например, операционный или биопсийный материал степени злокачественности, это крайне высока, потому что, если мы обратим внимание, при определении low-grade карциномы пациентам назначается первая линия химиотерапии либо гормонотерапия. При оценке high-grade карциномы с пациентом поступает следующим образом, что запускается процесс исследования на ранее описанных мутаций. И в зависимости от того, имеется мутация или нет, и какой статус, тогда меняется уже и опция терапии. Мы представляем пилотный проект, который отражает исследование Берсея мутацию родственников пациенток с раком яичников. На первом этапе за период 2015 по 2021 год было исследовано порядка 1500 случаев рака яичника G3 high-grade карциномы. Методом ПЦР-исследования были исследованы мутации. Это все было в отношении пациенток, проходивших лечение в нашем онкоцентре. Вторым этапом после выявления отсутствия или наличия этих мутаций, какие-то пациентки отправлялись на лечение, иные пациентки в рамках программы «Русско» дальше дообследовались методом NGS. Третьим этапом после обнаружения или наличия или отсутствия Берсея мутации мы получили следующие цифры. Это 15,85% примерно коррелируют с данными других авторов, но после NGS-исследования у нас немножечко дополнилась группа с Берсеей мутациями, составила уже 22%. Для чего все мы это делаем и что же мы запланировали в ходе нашего исследования дальше? Мы хотели формировать ближайшие группы родственников, обследованные на Берсеи мутации, и провести это исследование в рамках работы Центра амбулаторной онкогинекологии на нашей базе. Разумеется, определенные цели и определенные перспективы мы преследовали, и они отражены на слайде. По нашим результатам мы исследовали 25 человек, это были родственники пациентов, пациентки были с хайтгрейкарциномом, Берсеи позитивными. Всем родственникам было проведено ПЦР-исследование, и мы обнаружили определенное соотношение в процентах, сколько у нас Берсей позитивных, Берсей негативных, если так можно терминологически выразиться. И в ходе до обследования этих пациенток по органам и системам нами было обнаружено, что в четырех случаях у пациенток имело место доброкачественная опухоль яичника, это сирозная цистоденома, один случай, это сирозная карцинома хайтгрейд, как уже Валерия Владимировна немножечко анонсировала, первой и третьей стадии по одному случаю, и два случая рак молочной железы. Остальные пациентки находятся в процессе наблюдения. И самая главная роль морфолога на этом этапе, понятно, что большая команда клиницистов принимала участие в этом исследовании, биологов, молекулярных генетиков. Конечно же, онкоморфолог очень важен на этапе отбора блока для проведения исследования, для проведения подготовки материала тканевого, правильной его фиксации, правильного забора тканевого материала для проводки, для изготовления. И в соответствии с определенными правилами и требованиями, конечно же, мы это все делаем. И это крайне важно, потому что это является залогом успешного дальнейшего исследования пациенток. Спасибо за внимание.